Ваше высокопреосвященство, дорогие тулики! И сегодня, спустя три года, после идеи, которую мне подсказал митрополит, идея о восстановлении колокольни Успенского собора Тульского Кремля, идея, которая витала в городе, И вот спустя три года мы завершаем полностью реконструкцию колокольни, мы ее восстановили в том первозданном виде, как она была построена нашими предками. И сегодня, в день города, день святого Александра Невского и Данилы Московского, предков Дмитрия Донского, мы освящаем храм Дмитрия Донского и его супруги Ефросини. Храм будет работать, он будет открыт круглогодично. Храм теплый, он построен благодаря вашим пожертвованиям, благодаря вашим вложениям. Но самое главное, что в этом храме есть частичка сердца каждого тулика. И я благодарен всем жителям области, всем священнослужителям, которые приняли участие в создании колокольни и храма. С праздником! С днем города-героя Тулы и Тульской области! Сегодня на нашей земле особый, светлый и радостный праздник, когда мы как одна единодушная семья объединяемся любовью к своей малой родине. С днем города-героя Тулы и Тульской области! Торговые ряды Торговые ряды – это неотъемлемая архитектурная часть нашего Кремля. И поэтому, если мы даже говорим, что какие-то еще элементы откроются позже, то сегодня важное событие, потому что торговые ряды – это действительно очень значительная часть. Торговые ряды – это такие торговые павильоны. Но мы, когда отбирали тех, кто будет предлагать свои товары, народные промыслы, тульские какие-то традиции, и съестные, и сладкие, и игрушки, в общем-то, был очень строгий подход. Это должно быть стильно, это должно быть отвечать той старине, это должно быть современно, это должно быть тем, чем турки потом будут гордиться. Это очень интересные магазины, оформленные каждый своим мастером на свой вкус, на свой лад. Здесь не будет китайских магнитиков, это точно. Здесь все эксклюзивное. Акцент делается, как, не хотелось бы применять слово, но такая уже расхожая формула речи – хендмейд. То есть сделано своими руками, очень креативно. И что самое главное, что даже в тех рядах, где будут продаваться какие-то кулинарные предметы или изделия, то везде можно будет попробовать испечь, сделать какой-то свой личный штамп, либо разукрасить пряник. Может быть сделать фотографии, потом получить особый сувенир. То есть момент эксклюзивности, уникальности. Поэтому я думаю, что и туристам будет, для них это будет большое удивление, надеемся так, но и туликам будет очень интересно. Я думаю, что торговые ряды – это место не просто, какую мы задачу ставили, эту задачу прежде всего губернатор ставил, он лично контролировал ход подготовки торговых рядов. Здесь не просто можно купить или поесть. Здесь можно посмотреть, здесь можно узнать что-то из истории. Здесь можно что-то попробовать и обогатиться, поскольку музей в целом – это место отдыха, но с другой стороны – это большой, такой главный музей нашего города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!